Монетный двор, часть третья. Неледов не смотрел на Иван Захарыча, он сидел неподвижно, и только левая рука его, лежавшая на столе, барабанила, и при том слишком громко. Наконец он решил, что Иван Захарыч уже высказался достаточно ясно, и вдруг повернул к нему свое лицо. Иван Захарыч даже поперхнулся от неожиданности и сразу замолчал. Лицо Неледова было озарено улыбкой, и лукавство было в этой улыбке, и добродушие какое-то. Никогда Иван Захарыч не видал такой улыбки на лице своего сурового хозяина. Он не верил своим глазам, растерялся вовсе. — Улыбается, черт! — мелькнуло у него в голове. — С чего бы это? Неледов встал, подошел к нему, положил обе руки на его плечи. Тяжело положил, словно хотел в землю Захарыча вовсе втиснуть. Но не втиснул, а заговорил совсем спокойно, даже весело. — Ну и шутник же ты, Захарыч! — Разбогатею, шутом тебя в дом возьму. Пойдешь? — Пойду, милостивец, пойду. — Как же не пойти? — отвечал Иван Захарыч, все еще чувствуя на плечах давящие неледовские руки. — Одначе, — продолжал неледов, уже переходя в серьезный тон. — Речь твоя мне не понутру. — Не хочу я, чтоб такие речи пустошные до ревизора дошли. — Конечно, вздор это все. — Одначе, грязь и к чистому липнет. — Потом долго отмывать приходится. — Припрячь-ка ты тех, у кого язык долгий, Особливо тех, кто тебе все это сказывал. — Кто подешевле, того припрячь, А кто подороже, тому серебром глотку заткни. — Вразумел? — Вразумел, — ответил Иван Захарыч, На силу выговорив это слово от волнения. Неледов помолчал, Снял руки с плеч Ивана Захарыча И сказал раздельно, подчеркивая каждое слово. — Ну-тка смекни. Сколько тебе на этот расход потребуется, а? — Целковых сотню, — задыхаясь, сказал Иван Захарыч. У него прям спирала дух. — Сотню? — протянул Неледов. — Че-то больно дешево. Накинь-ка еще, вернее будет, крепче. — Ну, если твоя милость, Набрось еще хоть четвертную, сверху. — Полторы вечером получишь, — уронил Неледов. Из хозяйской горницы Иван Захарыч летел, Не чуя под собой ног. И крестился, и задыхался, и шептал. — Слава тебе, Господи, слава тебе, Господи, слава тебе, Мать моя, Пресвятая Богородица, Милостивец Никола. Попался в капкан старый волк. Ой, попался. Теперь я его сгною. Сам на его место сяду. Ей-богу сяду. Все расскажу, ревизор. Все. Видит Бог, и свет отроется. С гор спускался тихий вечер. Вершины еще горели в лучах заходящего солнца. А долина уже окуталась мягкой серой мглою. Сплошной шум дневной суеты утих, Сменился одиночными, разразненными звуками. Кто-то крикнул, и крик отозвался далеко в горах. Залаяла собака. С другого конца городка ей в ответ затявкала другая. И опять все смолкло. Одна только гремучка неумолчно рокотала свою песню. В монетной мастерской замолкли пьяные крики. Таинственные обитатели темной башни задремали В тяжелом угарном забытии. Грезили. Кто о темных тайнах суровой тайги, Кто о далеких равнинах России, Где ходят волны по золотому морю спелой ржи. Синеют васильки, И в безоблачной выси неба звенят жаворонки. А в каземате, где сидел Федор, Все еще визжала пила. Визжала хрипло, словно плакала. Злости в ней не было. И ступилась уже вся. Федор освободил правую руку и смотрел на нее. Гладил ее, свободную. Теперь пилил черный, пилил, Матерно ругая тупую пилу И ругая Неледова. Теперь Федор говорил ему, Пили, дядька, шибче, Да и мне кидай. Окутанный тьмою, Неледов подошел к башне. Остановился на плотине. Огляделся. Из черных кустов выделилась фигура. Это был Серега, рвач. — Спят? — спросил Неледов. — Перепились, спят. Ангельским сном все спят. Ответил шепотом Серега И вдруг, наклонивший к самому хозяину, Заговорил. — За тобой следят. Я видел, что кто-то следом шел. Прям за тобою. И, быстро схватив старика за рукав, Сережка дернул его и зашептал. — Смотри влево. Вон, дерево. Неледов рванулся влево. — Стой, не горячись. Спугнешь еще. Поймаем. Ты стой на месте. Не двигайся. И Сережка бесшумно скользнул опять в кусты. Неледов стоял неподвижно. Сердце у него колотилось. И кровь била в виски. Мгновение. Другое. И вдруг полузаглушенный крик виск. И Сережка выделился сразу же из сумрака. Он волочил что-то темное, уже неподвижное. — Ну, получай, хозяин, — сказал он, показывая на добычу, лежащую на земле. Неледов быстро нагнулся и стал всматриваться. — Не как Ива, — полувопросительно заговорил он. — Захарыч и есть, — отвечал Серега, всмотревшись в неподвижное тело. — Жив? — спросил Неледов. — А кто его знает? Кулаком я его хватил, прямо в висок угодил, — отвечал Серега. — Ну, куды его теперь, а? Добить, что ли, для верности? — Да в гремучку его! И темным мешком полетело что-то в реку. Раздался треск. Иван Захарыч ударился головой и, колотясь о камни, кувыркаясь в пене, понесся вниз по течению. Своенравной веселой гремучки. — Упокой, господи, душу, раба твоего Иоанна! — со смехом проговорил Сережка. — Зловредный был старикашка. Все около башни шлелся, все принюхивался. Должно он и донес на тебя. Ага. Донос он и настрочил. Гарантирую. Они стояли оба и молчали. Во тьме не видно было лиц. Потом заговорил Неледов. Спокойно уже. Деловито. — Застав этот спусти, тот подыми и открой здесь ворота. Серега молча делал все, что ему говорили. И вдруг бурный рог от речки утих. Река остановилась. Там, где только что клубилась пена, вдруг образовался темный пруд. Вода поднялась выше окошек подземных казематов. Подошла к каким-то темным дверям, зиявшим в фундаменте башни. И вдруг широко струей рванулась в подземелье, заливая и монетную мастерскую, и Федора, и его товарища, а может быть, и еще кого-нибудь. Кто это знал, кроме самого Неледова? На другой день после обеда Неледов встречал царского полковника Филатова, Льва Григорьевича. Он приехал с двумя чиновниками, был важен и разговаривал сухо. Неледов держался с ним так же. Оба готовились к борьбе, следили зорко друг за другом, всматривались, словно силы противника мерили, измеряли, друг друга нащупывали. Неледов водил гостя по заводу, показывая строения, мастерские, повел и к арсеналу, где происходила спешная погрузка подвод. — Изволь посмотреть, ваше высокородие, — говорил Неледов, указывая на пушки. — Приказал его величество императорское сто доставить, а я полтораста посылаю. — Обрати внимание, какова нонча отливка. Не в пример лучше прежней, не хуже свейских будут. А вот пищали новым манером налажены, и весом легче, и сталь получше будет. Полковник Филатов рассеянно слушал и вдруг прервал его деловитую речь. — Прекрати-ка ты работы, Никита Петрович, и рабочих сгони всех на площадь. Его императорское величество указало мне рабочих спросить. — А пока да они собираться будут, я пойду с тобой шахты ревизировать. Неледов слегка кивнул головой, поманил урядника пернача и в полголоса передал ему приказание. Урядник кивнул головою и побежал. — Какую шахту прикажешь показать, ваше высокородие? — сухо спросил Неледов у Филатова. — А пойдем в ту, что дальше всех находится, — ответил ему тот. — Неледов слегка усмехнулся. — Верст пять будет, — сказал он. — Заморешься, может, вазок заложить. Полковник промолчал. — А ближе есть которая? — А ближе с полверсты. И они вышли из городка и пошли по разъезженной грязной лесной дороге. Навстречу им все время шли рабочие. Иные обгоняли их. Медленно двигались телеги, груженные рудою. — М? Какие у тебя рваны это все, а? — сказал брезгливо полковник, мотнув головой на рабочих. — Известно, не на куртак собрались. К тому же одежда своя не казенная. Мужик на работу плисовых штанов не оденет, — ответил сухо Неледов. — Ну и дорога у тебя тут, — пробормотал полковник, проваливаясь одной ногой в жидкую грязь глубокой колеи. — Когда меня сюда его величество стулы пригнал, так здесь никаких и дорог-то и в помине не было. Чаще одна. А я бы и дороги справил. Да когда с Питера приказ за приказом присылают, чтоб скорее пушки пилить, да выливать им, да и пищали готовить, так тут о дорогах вовсе уже и позабудешь. — А это что у тебя? Что это? — ткнул пальцем полковник на длинные ряды новых крестов, теснящихся у подошвы горы. Неледов усмехнулся. — Кладбище это, — неторопливо ответил он. — Кладбище. — Чё-то крестов больно много. — Сколько следует, нельзя меньше. У вас военных в общую яму валят, да? А у нас свой порядок. Каждому по кресту. Сколько покойников, столько и крестов. Обману нет. Счёт правильный. — Да уж больно много чего-то. — Много потому, что работа трудная и спешная. Мрёт народ. Режем мы его без жалости. По царскому приказу, не жалей людей. Всё едино, что у вас на войне. Вы в баталии людей не жалеете, а мы в работе. Та же война. Может, и хуже даже ещё. — А бунтуют мужики? — Бывает. — А как ты их усмиряешь-то? — Кого к воеводе посылаю, а кого и сам, плетями. Конечно. В острог шар сажаю. Тоже не без этого. — А до смерти засекал кого? — Случалось и такое. Мне за всем не усмотреть. Народ слабый, мученный. Влепят десяток лишних, а он смотришь, и дух испустит. — Бывает. Чё ж тут скажешь. Не так, чтоб много, но приключается. — А в остроге много сейчас? — Десяток-другой сидит. — Да. — Я потом острог посмотрю. — Сделай, милость, посмотришь. Помолчали. — А ты меня и в слободу раскольничью тоже сведи, — вдруг сказал полковник Филатов, останавливаясь и переводя дух. — Какая такая слобода? — с удивлением переспросил Неледов. — Раскольничья какая? Что ты, Никита Петрович, простачком прикидываешься, а? Точно о раскольниках не слыхал, а? О раскольниках я, конечно, отчанно слыхал. — А чтобы у меня здесь ихняя слобода была, — этого я ещё не слыхивал. — Я ведь сей момент с тобой только персональную конверсацию веду, Никита Петрович. — А завтра я по форме следствия начну. Всех опрошу. Всех. — Таков приказ государя-императора, — сухо сказал Филатов. — Я приказу государя-императора не супротивник. — Полковник, кого хочешь, спрашивай. — Ты мне сегодня вечером своего конторщика пришли, Ивана Захарова, — сказал полковник, не сводя глаз с Неледова. Но тот выдержал этот взгляд и спокойно ему ответил. — Сегодня не могу. На Чусовую он отъехал. Понтоны и барки проверять. А завтра к вечеру должно и вернётся. Если прикажешь, я Верхового сегодня пошлю. Утром завтра будет. Пришли они к шахте. Полковник заглянул в огромную зияющую дыру. Дна прямо не видать. Затхлой сыростью несёт оттуда. — Спуститься желаешь? — спросил Неледов. — Спущусь, — решительно ответил Филатов. — Бадья! — крикнул в дыру Неледов. И голос его прям загремел перекатами. Где-то там внизу. — Бадья! Бадья! — на разные лады отозвалось снизу. Мужик зачмокал на сонных лошадёнок. Те тронулись с места, заходили вокруг ворота. Задребезжала ржавая цепь, вздрогнула, потянулась. Лошади медленно ходили по кругу. Мужик слегка шлёпал их хворостинами. Цепь лениво заматывалась на бревно, которое крутилось над чёрной дырой. Ревизор заскучал. Он тоскливо смотрел на свои грязные ботфорты. По колени в липкой глине. — Ну, скоро уже? — спросил он. — Ну, не так, чтобы очень, — равнодушно ответил Неледов. И, наконец, показалась бадья. Остановилась у края дыры, слегка покачиваясь. Вся грязная. — Изволь, ваше высокородие! Лезь в бадью! — не без иронии пригласил Неледов. В бадье сидел каторжник с зверской физиономией и угрюмо смотрел на полковника. — Ты кто? Кто такой? Как звать? — спросил Филатов. — Я-то? Я рубец Ванька! — прохрепел тот. — Сам сюда на работу пришел. — Беглый? — спросил резко Филатов. — Да на кой дьявол мне эта работа? — ответил тот. — Солдаты приволокли. — У меня беглых нет! — сказал Неледов. — А сказывают, будто есть! — оборвал его Филатов. — Есть на заводе беглые! — спросил он каторжника. Тот рассмеялся. — Ты что, калачей беглым привез? Раздавать, небось, будешь? — спросил он и захохотал. Полковник Филатов в бадью не полез и молча отправился в обратный путь. Неледов легко справлялся с трудностями дороги, даже прыгал по кочкам. Филатов проваливался в грязь, изнемогая в своих ботфортах. К тому же тяжелый палаш колотил его по ногам. Молча они добрались до городка. На площади длинными рядами стояли рабочие. Полковник долго обходил ряды, останавливался, заговаривал. Рабочие и мужики угрюмо отмалчивались или отвечали односложно. У всех оказались документы в порядке. Беглых и раскольников на заводе совсем не было. Ни одного не нашлось. — Зачем в кандалах так много? — Бегут очень. Удержать нету сил, — спокойно ответил Неледов. Филатов повернулся к дому Неледова. И вдруг из толпы баб вырвалась одна с ребенком на руках и бросилась к его ногам. Ударившись головой, ребенок заорал благим матом. Неледов невольно сделал шаг вперед и сжал кулаки. Урядник взгреб бабу. — Оставь ее! — крикнул Филатов. — Что тебе? — обратился он к бабе. — Помилуй, ой, помилуй, осударь-батюшка. Кормилец, помилуй, защити, осударь! — вопила баба, тыкаясь носом в навозную землю. — Ну, говори толком, что тебе надо! — недовольным тоном заговорил полковник. — Помилуй, батюшку, в век буду Богу молиться. Муж мой, Лаврентий, на работе помер. В чугуне, вишь, сварился. А меня хозяин с детей с завода гонит. Иди, — говорит, — христовым именем питайся. Христос, — говорит, — тебя и прокормит. А я тебя кормить, — говорит, — не буду. Филатов сразу перевел глаза на Неледова и встретил неподвижное и даже равнодушное лицо. — Порядок такой, — сказал Неледов. — В законах нет, чтобы завод кормил вдов и сирот. Ясно тебе? И коллег при заводе я тоже не оставляю. Полковник пошарился в кармане, достал гривенник, посмотрел на него, опустил его в карман, опять покопался немного и достал медный пятак. И бросил бабе и решительно отвернулся от нее. Перед ним был дом Неледова, а за ним стояла огромная мрачная башня. Полковник вдруг оживился. — Что за башня? — спросил он. — Староживая. С первоначала от киргизов оборонялись, отсиживались. — Я хочу ее осмотреть, — бросил Филатов. — Сделай милость, — небрежно ответил Неледов. — Только нет в ней ничего. Там смотреть нечего. Подошли они к башне. Филатов обошел ее кругом. Увидел трубу. — А зачем труба? Здесь мастерская? — Была мастерская, да водой залила. — Какая еще мастерская? — Слесарная, для пищалей работали, — ответил Неледов. — А больше ничего не работали? — Ну, пробы чугуна плавили, ладили так, чтобы лучше сплав найти для пушек. — Ну-ка покажи свою пробную мастерскую. И Неледов повел полковника по узкому краю земли, незахваченному водой. Достал ключ и отворил двери. Филатов решительно двинулся в открытую дверь. — Неледов крепко схватил его за руку и задержал. — Не торопись, ваше высокородие! Еще в воду угодишь! Еще отвечать за тебя придется! — сказал вдруг он. И действительно, если бы еще только один шаг сделал Филатов, он был бы уже в воде. Чуть ниже двери стояла вода. Темная, неподвижная, заключенная в каменные стены. Филатов отшатнулся и посмотрел на Неледова. — Вот это и есть пробная мастерская! — сказал тот с усмешкой. — Смотреть хотел? Смотри! Солнце, ворвавшееся через открытую дверь, высветлило угол воды до самого дна. Филатов стал всматриваться в эту воду. Даже наклоняться начал. Неледов тоже впился глазами в жуткую глубь и тоже наклонился. — Чего они так долго смотрят? Что же они там увидали? Или так померещилось обоим? Филатов вдруг выпрямился и уперся взглядом прямо в глаза Неледова. Тот, даже не мигая, смотрел в глаза Филатову. Поединок начался. Противники скрестили шпаги. Вдруг Филатову показалось, что глаза Неледова словно загорелись волчьим огоньком. Так в зимнюю ночь горят волчьи глаза. И легкий холодок пробежал по плечам Филатова. Он первый не выдержал и опустил свои глаза. — А давно водой залило? — спросил он, помолчав. Голос его дрожал, словно он другое, что спросить хотел. Да не смог. — Неделика к две уже будет, — сквозь зубы процедил Неледов. — А почему не откачал? — Да не досуг все было. Филатов опять повернул лицо к воде. Опять наклонился и опять стал высматривать что-то в темной пучине. И вдруг он почувствовал, как тяжелая рука Неледова камнем легла ему на плечо и словно толкала его вперед, туда, к темной неподвижной воде. Филатов быстро сделал шаг назад, сбросил руку Неледова и встретил волчий взгляд старика. — Чего ты в воду смотришь? — глухо сказал Неледов и словно угроза прозвучала. — Не смотри ты! А еще голова закружится! Упадешь! Что мне тогда с тобой делать? — Ты это что? — прошептал полковник, невольно хватаясь за палаш. — Ты... — Не смотри в воду, слышь! — почти крикнул уже Неледов. Опять угрозу услышал Филатов. Или это ему так показалось? И, понизив голос, Неледов стал шептать. — Нехорошо в темную воду смотреть! — Еще померещится что? И свалишься! Смотри лучше сюда! И Неледов протянул ему огромный золотой самородок. Он был очищен, и золото сверкало живым, горячим светом. — Вот, ребята на Медне нашли! — бормотал он, протягивая самородок Филатову. — Смотри, как живой! Говорит! Много их у нас тут на Урале! А такие не редкость! В Санкт-Петербург такой же царица свез в дар. — Возьми! — Чего? — Ребятам своим возьми! Свези! Пусть тешатся! — Есть у тебя ребята? Вдруг спросил он. — Есть! — Двое! — растерянно пробормотал Филатов, не спуская глаз с золота. — Ну, на, бери! А в темную воду смотреть не следует. В темной воде нечисть водится, морочит, морок наводит, затягивает. — А потом за тебя отвечай еще. — Он какой ты! — Полотна белее! Пойдем-ка на вольный воздух! — Эх ты! А еще и воин! — Пойдем на башню! Я тебе свое царство покажу! — Да ты что его в руках держишь? А ну, спрячь! — Спрячь! И самородок опустился в карман Филатова. Поединок окончился. Полковник Филатов стоял на верхней площадке башни. Грандиозный вид открывался их взором. Косматые горы словно выросли вокруг башни. Они мрачно обступили с трех сторон Нелидовский городок, дерзко врезавшийся в их отверстую грудь. Только с одной стороны свободные дали ласкали взор. Синие бесконечные дали. А внизу кипела суетливая жизнь. Словно в разрытом муравейнике суетились муравьи. Дымились трубы, пылали доменные печи. И казалось, что неясный гул человеческих голосов покрывался звенящим криком железа, которое стонало под ударами молотов, визжало под пилами, гремело, падая на камни, шипело, урчало и клокотало в огневых раскаленных котлах. Так и заканчивается аудиорассказ. Давайте проведем некий разбор полетов. Я почему-то все думал, что в конце, вот в начале, как дед лежал, да, его выгнали с этого городка, и он встретил каких-то узников, которые шли именно в этот городок. Я думал, что развязка будет какая-то связана именно с этим. Но этого не случилось. Также вы мне писали по поводу пил. Что, как они работали, на чем? На пару. В те времена даже паровых машин не было. Первое, что мне приходит в голову, это конная тяга. Но и конной тяги не было. Мне кажется, пилы работали вручную. Просто вручную его пилили, потому что он же говорил, кинь мне пилу мне. Как же он может кинуть пилу, если она на чем-то работает, правильно? Он, наверное, просто была ручная пила. Как она работала, непонятно. То есть, больше всего, что они были ручные пилы. Ну и на самом деле, как было раньше, смотри, получается, творили всякие такие грандиозные дела для своей же наживы, под прикрытием, и откупались. Так оно и сейчас. Только сейчас оно более масштабно. Что сейчас там в правительстве делается, вообще неизвестно. Когда оно там рассекретится, мы узнаем такие подробности, что мы просто будем в шоке. Дожить бы только до этого времени. Вот что. Узнать бы. Потому что там же сколько? 80 лет, 70 лет этих секретных данных. Так и здесь. Ну вот, что мне еще бросилось в глаза. Они все говорили здесь «Покедова». То есть, это... Я все время думал, что «Покедова» — это как «Пока». Я говорю в конце своих книг. «Покедова». Вот так и здесь. Только здесь «Покедова» — это имелось в виду «Покудова». Вот в таком ключе. То есть, до тех пор, как. Вот так. В начале рассказа мне все это воспринималось, как будет, как стратегия какая-то, да? Как игра. Такая большая. Завод колокочет. Ты управляешь там этими урками. Construction Complete. Ну, этими урками. Но здесь уже под конец другой у меня. У меня больше стариной так попахло. И я уже не воспринимал его как... Я воспринимал все действительно как монетный двор. И он под прикрытием, видишь, делал такие дела. И действительно, получается, как бы ты наносишь ущерб своему государству. Ты делал такие же монеты поддельные, которыми просто выходили, и ты покупал ресурсы государства практически за бесцень. Но единственное, что они действительно имели стоимость. Вот сейчас деньги, они стоимость имеют, как бы они не подкреплены ничем. Вот что я хочу сказать. То есть, это бумага. Да, как бы оно там золотовалютным запасом, резервами как-то подкрепляется. А в Америке они вообще ничем не подкрепляются. Вот что самое интересное. Америка может выпускать сколько хочет этих денег. Они не подкреплены ничем. То есть, по сути, вот как я думаю, они покупают ресурсы всех государств мира, ресурсы всего мира, работают на них. Они не подкреплены. И сколько они денег не выпускают, они будут покупать эти ресурсы бесплатно. То есть, на какой уровень вышла война в мире, что сейчас она происходит... Ты покупаешь ресурсы бесплатно. То есть, представь, как это... Вот так. А здесь, хотя бы в монетном дворе, они хотя бы делались из серебра. Да, вот была хоть поддельная монета, но она была серебряная. Получается так. Она была сделана из серебра. Даже если она поддельная, это серебро. Она имеет свою стоимость. Золотая монета, она имеет золотую стоимость. Медная монета, это медь. Ну, а сейчас бумажки, да бумажки. Я вообще видел, с румыном жил. Он мне показывал, у него... У них деньги в Румынии сделаны пластиковыми. Вот меня так это удивило. Пластиковые деньги. Но в них есть и практическая такая составляющая. То есть, если ты их постираешь, они не... ничего. Они абсолютно... Он действительно их стирал, и они достаешь, они абсолютно ничего не растекаются. Это пластик. Такая пластиковая бумажка. Как бы. И что меня еще удивляло, он брал его, так сжимал прям в руке, делал из нее такой вообще комок, бросает, разглаживаешь, и она практически как... Она как бы самовосстанавливающая. То есть, вот так румыны сделали деньги. То есть, я хочу сказать, к чему все идет. Деньги не стоят, как бы они не подкреплены ничем. Ну, что пластик? Пластик он пластик. А на самом деле, ты можешь купить за них какие-то ресурсы. Правильно? Так же и Америка. Делает доллары, клепает сколько хочет. И она покупает ресурсы всей страны. Тоже золото, серебро. Вот так вот. Вот меня наводит этот рассказ на такие размышления. Слушайте также и другие аудиорассказы по ссылке в описании. Там есть плейлист, все мои аудиокниги. И там все эти три части будут идти один за другим. И там есть еще другие аудиорассказы. Там целая библиотека аудиорассказов со своим исполнением. Я думаю, там вы точно найдете для себя еще что-нибудь интересного. Не забывайте делиться рассказами в соцсетях. Я думаю, для вас это совсем не сложно сделать, но это будет самая лучшая благодарность за проделанную работу. Под каждым видео есть кнопочка поделиться. Нажав на нее, вы поделитесь со своими друзьями в хронике, в соцсетях. Пусть хорошие люди слушают хорошие аудиокниги. Ну и на сегодня, думаю, уже все. Будут следующие рассказы. Услышимся, увидимся. Не забывайте подписываться, чтобы не пропустить следующие новые аудиокниги. Смотрите, чтобы был нажат колокольчик. Тогда будут приходить уведомления. На сегодня уже точно все. И как в этом рассказе, пока-два. Так что, ребята, пока-два. Субтитры создавал DimaTorzok